Эмоция гнева наравне с отвращением, страхом, счастьем и печалью врожденная. Злость подсказывает, что нам не нравится и дает энергию на изменение ситуации. Восприятие и выражение злости – социальный паттерн. Дети учатся этому в ходе воспитания в семье под влиянием культуры и опыта. Важно научиться правильно реагировать на детский гнев, разобраться в причинах происходящего, а главное – решить конфликт здесь и сейчас. Как это сделать правильно, объяснит специалист. Почему ребенок проявляет агрессию? Здесь может быть несколько причин. Первая причина, на которую стоит обратить внимание, это может быть неврологическая или биологическая, мы можем ее назвать. Это особенности нервной системы, работы головного мозга. И в этой ситуации агрессивность, активность, возбудимость ребенка может проявиться довольно рано. И если вы заметили, что такое есть, то здесь стоит обратиться к специалистам. Неврологам, психиатрам, психологам, которые могут потом перенаправить к врачу и так далее. Вторая причина агрессивности ребенка может быть в плоскости семьи, если можно так сказать. Как нам говорят, у нас все идет из семьи. Что это значит? На что здесь стоит обратить внимание? Родитель, когда решает, что у него появится ребенок, он берет ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Но не только с точки зрения физиологии, чтобы он был жив и здоров, но и с точки зрения психологии. То есть у ребенка есть не только физиологические потребности, но и психологические. Например, это потребности в безопасности, это потребности в любви, в признании, в принятии, в уважении, в ощущении своей компетентности. И если потребности психологического порядка в семье не удовлетворяются родителями по разным причинам, то тогда ребенок тоже может стать агрессивным. То есть это такая реакция, как борьба за выживание, скажем так. И даже вы можете в обычной жизни увидеть, что когда наши потребности не удовлетворены, мы можем испытывать как минимум раздражение, а иногда и правда злость. Вот и у ребенка то же самое. Здесь важно обратить внимание на то, что вообще происходит в семье. Иногда бывают родители в порыве таком любви, заботы. Могут не учитывать интересы ребенка, не учитывать его какие-то желания. Могут проявлять какую-то авторитарность. Или наоборот, может быть, не авторитарность, а какие-то, может быть, меры наказания, могут быть более жестокими. Если мы говорим наоборот, то, может быть, где-то ребенка игнорируют, не учитывают, не слышат и не слушают. И это тоже может привести к такой агрессивной реакции. И третьей причиной того, почему ребенок может быть агрессивным, это, например, у нас есть такое понятие, как подражание или обучение на моделях. То есть ребенок может видеть, что кто-то из его родителей ведет себя агрессивно. Или, может быть, это какая-то более расширенная семья, бабушки, дедушки, братья, сестры кто-то. Он это просто копирует, перенимает через подражание и потом воспроизводит в другом детском сообществе. И поэтому здесь важно тоже увидеть, понаблюдать и, может быть, скорректировать именно свое поведение. Если вы обнаружили, что ваш ребенок идет себя агрессивно, или, может быть, вы получаете жалобы из детских учреждений, здесь прежде всего нужно подумать тоже о том, что происходит в вашей семье. Может быть, побеседовать с ребенком. И дети очень часто могут рассказать, что с ним происходит, почему он так себя ведет. Или он может каким-то другим способом подавать вот эти знаки или информацию о том, что он не удовлетворен, например. И дальше, если не получается как-то что-то изменить самостоятельно и помочь ребенку справиться с таким поведением, то можно обращаться к специалистам. Как я уже сказала, это неврологи, психиатры, детские психологи, семейные психологи.